Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про премиальный компакт Canon PowerShot G1X. Я заметил у себя такую тенденцию, что как-то не совсем справедливо обхожу стороной вообще камеры Canon и Nikon. В основном-то, конечно, потому что они выпускали достаточно малоинтересные, ничем не примечательные и скучные продукты многие годы. Почему-то среднестатистический Canon с Nikon у меня, по крайней мере, ассоциируется с какой-то посредственностью. Не в том смысле, что они прям плохие. Ты берешь камеру в руки, снимаешь на нее, ну, типа, камера и камера, и что? Связано это, скорее всего, с тем, что эти вот мастодонты фотоиндустрии, они достаточно инертные. Потому что сидят там в головном офисе какие-нибудь японские деды и решают, что там будет у нас, какой роудмэп на ближайшие годы будет у Canon, например. И выдают какие-то небольшие инновации, но как-то очень уж дозированно и порционно. Что значительно замедляет вообще развитие фотоиндустрии и вообще как-то техническое развитие замедляется. Потому что они, в общем, технически могут что-то крутое сделать, но они этого не делают, чтобы, как бы, растянуть удовольствие. Чтобы, как тот же Apple, например, это поступает, они каждый год немножечко улучшают просто свои телефоны. Но не так, чтобы прямо как-то тотально или прорывно. Отчего подобные новинки, когда ты понимаешь некоторую хитрожопость их производителей, ну, они не вызывают большого энтузиазма, в общем-то. Но все же эти хитрые жирные динозавры иногда выпускают интересные камеры. Ну и продолжают выпускать, в общем, интересные какие-то девайсы. Честно, то, что в моем понимании интересный девайс, это обычно какая-то неидеальная, с какими-нибудь странными техническими решениями. Или даже с нелепым каким-нибудь маркетингом вещица. Но все же выделяющаяся на общем скучном вот этом вот фоне сером, который стабильно поставляет нам на рынок какие-нибудь обычные камеры, никому особо не интересные. Ну вот сегодняшний наш герой, он как раз относится к такому разряду интересных странных камер. Они в какой-то мере продвинули рынок в каком-нибудь новом направлении, например. Серия цифровых фотоаппаратов от Canon под названием PowerShot стартовала аж в далеком 1995 году. И она постепенно разделялась по буквенному признаку на разные серии. Например, A серия была, ну, самая такой, достаточно простой. Там были матрицы и 1 к 2 и 3, и 1 на 1 и 7. У этих камер не было поддержки съемки в RAW, но при этом были достаточно изобильные ручные настройки. Ну, вполне достаточные, по крайней мере, для такого любительского сегмента рынка. S серия была чуть более продвинутая, но в другом форм-факторе. Также у них несколько камер были серии Pro. Не знаю, что в них конкретно было там Pro, но они выглядели как минимум крупнее и мощнее на вид. Ну, а серия G, о которой мы сегодня как раз будем говорить, появилась в линейке PowerShot также достаточно давно, аж в 2000 году. Эти камеры стали своего рода таким промежуточным звеном в каноновском модельном ряду между мыльницами и зеркалками. То есть, это было какое-то промежуточное компромиссное решение. Еще не зеркалка с крупным сенсором и большим количеством настройка сменной оптикой, но уже и не примитивная совсем уж мыльница для совсем уж какого-то любителя. У камер серии G было большое количество органов управления, была достаточно светосильная оптика с 4-5-кратным увеличением и, естественно, они уже снимали в RAW. И у камер в этой серии был все-таки горячий башмак полноценный, на который можно было ставить нормальные вспышки от Canon. Ну а в то же время, например, у других производителей были все в дозеркалке, так называемые, с, в общем-то, схожими ТТХ. Ну а Canon отличала фамильная черта этой серии, возможность визировать через оптический водоискатель. Если называть вещи своими именами, просто смотреть через всратую дырку. Ну и, например, прямым конкурентом в данной категории камер для Canon серии G был Nikon, у которого была серия P. Ранее в комментариях я, кстати, обещал под одним из видео, что сделаю однажды обзор вот этой вот линейки. Не волнуйтесь, до Nikon P я тоже доберусь. Это вот достаточно интересные камеры, у которых тоже матрица 1х1.7, но всему свое время. Сегодня же мы очень подробно с вами поговорим про Canon G1X, которая вышла в 2012 году. 2012 год это вообще очень важный год для Canon. Тогда они выпустили знаковый EOS 5D Mark III и, наконец, прекратили уже выпуск Марка II. Ну, потому что к тому времени пятак 2008 года выпуска уже совсем безнадежно устарел. Да, блин, к тому моменту уже у практически всех камер с APS-C матрицами был и DD лучше, и на высоких ISO они себя лучше показывали, чем он. Какой-то, ну, жалко смотрелся этот полный кадр по сравнению с ними. Да что уж говорить, даже вот в это время уже многие камеры на Micro 4.3 технически превосходили сапога. Впрочем, и сейчас можно встретить каких-то сумасшедших бомбил, которые снимают на второй пятак. При этом у них уже там все резинки отвалились, и затвор уже рассыпается просто в прах. Сниму Love Story за косарь, завтра уже будет 100 фоток в обработке пацаны. Также в 2012 году Canon была выпущена первая камера в их новой беззеркальной линейке с новым байонетом M. В беззеркальный мир Canon, тоже не сказать, что входил прямо выбивая дверь с двух ног, они скорее робко приоткрывали эту дверцу. Первая камера в M-серии была, ну, откровенно слабовата, хотя в то же время достаточно компактный светосильный объектив 22 мм f2 был достаточно прикольный, который они выпустили одновременно с камерой. Ну и матрица в этой беззеркалке была хотя бы IPSC формата, а не какой-то жалкий дюйм, как у Nikon 1. Обе компании тогда делали мощную ставку на зеркалки и в итоге оказались, в общем-то, догоняющими прогресс скорее, если не сказать отсталыми, но вроде как с большим трудом, но на текущий момент они все-таки наверстали. Ну и как я говорил, в 2012 году появился герой нашего сегодняшнего обзора Canon PowerShot G1X. При сохранении более-менее компактного размера был значительно увеличен размер сенсора с 1.1.7 аж до 1.5 дюймов, что, в общем-то, в 5 раз больше. Крупп-фактор у такого сенсора 1.85. Это чуть меньше, чем IPSC формат и чуть больше, чем микро 4.3. Новый CMOS сенсор на 14 мегапикселов с размерами физическими 18.7 на 14 мм, выдавал 14-битные RAW и по качеству картинки мог, в общем-то, потягаться с современными ему зеркалками от того же Canon. Ну, я имею в виду IPSC, конечно, камеры. Но про это мы поговорим чуть дальше, когда я начну показывать все-таки картинки полноценные. А сейчас давайте для начала все-таки пощупаем саму камеру. Из-за непонятного желания сделать революционную любительскую камеру, сохранив при этом фон-фактор из начала 2000-х, камера, в общем-то, получилась громоздкой и немного несуразной. У нее приличная масса, 534 грамма. Ну, корпус, естественно, металлический. Ну, несмотря на вот эту внешнюю корявость и такое уродство, она в руке лежит, в общем-то, нормально. Все-таки тут есть небольшой выступ, покрытый шуршавой такой резиной. Да, не самая удобная для удержания, конечно, камера, но и серьезных мук я с ней не испытывал. С моей стороны, в общем-то, наверное, главной претензией является наличие видоискателя, вот этого вот дурацкого. Это убогая, крохотная дырка в корпусе с парой каких-то линз внутри. Этот видоискатель, он мелкий, не покрывает всего поля зрения, у него страшный параллакс и в широком положении половину обзора закрывает, в общем-то, сам объектив. Это просто бесполезное говно, от которого было необходимо избавиться. Но это говнище по каким-то причинам тут и есть. В Fujifilm X20, кстати, я тоже в видоискатель заглянул лишь пару раз, но какой же там он был все-таки большой, яркий и технологичный. Со всей инфой и точкой фокусировки, нанесенной внутри. А вот эта вот хрень, это просто днище. Камеры, я напомню, вышли примерно в одно и то же время. И вот из-за этой ерундовины Canon G1X, ну, примерно, наверное, на четверть крупнее, чем ей следовало бы быть. Ну, а так как корпус довольно крупный, соответственно, и кнопочки довольно крупные и находятся все на своих местах. То есть тут нет такой мелкотни, как это иногда бывает у некоторых японских производителей. Привычное для Canon быстрое меню также вызывается нажатием вот этой вот кнопочки в середине. Крестовина обрамлена колечком. С помощью него можно также осуществлять навигацию или менять настройки. Кнопка видео выделена отдельно и случайно ее не нажмешь. Экранчик просто прекрасный. Он откидной. Поворачивается в любых плоскостях. 3 дюйма, 920 тысяч точек. Просто супер чудесный, яркий, с хорошими цветами. Но почему-то, блин, не сенсорный. Опять же, напомню, что в этом же году вышла Canon ESM с сенсорным экраном на миллион точек. Казалось бы, дисплей хорош, но все равно чувствуется привкус каноновской любви. Вот подрезать камерам параметры ни с того ни с сего. К слову, как раз можно вспомнить убогие зеркалки начального уровня, которые недавно выпускали, без центрального контакта в горячем башмаке. Слава богу, тут он хотя бы есть. Башмак тут полноценный. Есть и слабенькая такая вот выдвижная вспышка, которая выдвигается рычажком. Она убогенькая, но, кстати говоря, от длинного объектива тени не создается. Я пару кадров делал. Не уверен, что они сохранились. Тут же наверху находятся два колеса для управления настройками. Верхнее колечко выбор режимов съемки. Ну, а снизу колечко экспокоррекции. Они очень тугие, оба из очень приятного металла. Случайно их не собьешь. Рядышком находится слегка утопленная кнопка включения. С проклятучим таким сияющим диодом. Не знаю, бесит меня в камерах, когда нельзя этот диод отключить. И вообще, в принципе, когда он загорается, как будто я по выдвинутому хоботку не догадаюсь, что камера у меня сейчас включена. Кнопка спуска, как и обычно у подобных камер, обрулена здесь рычажком трансфокации. И у нее довольно-таки не очень-то плавное, я бы сказал, нажатие. Довольно резкое. Оно требует привыкания. Ну и последний орган управления. Это вот это колечко с такими достаточно ощутимыми, тоже приятными щелчками, находящиеся на переднем скосе вот этой вот рукоятки. Оно, в общем, ложится обычно или под указательный палец, или под средний. Кому как удобнее, я все-таки человек нормальный, указательным пальцем его регулирую. Штативное гнездо выглядит, в общем-то, надежно, но оно смещено к батарейному отсеку, что, в общем, не очень хорошо, какого будет не открыть из-за площадки, естественно. В отсеке находится батарейка, вот эта вот NB10L. Она не очень мощная, но на несколько сотен фотографий ее вполне себе хватает. Тут же рядышком находится отсек для карт памяти. Ну, в общем, примерно такая стандартная компоновка. Кстати, написано здесь Made in Japan. Сбоку находится неплохая, достаточно пластиковая дверца, за которой скрыты интерфейсные разъемы. Она, причем, такая самозакрывающаяся. Не знаю, мне она нравится. Довольно неплохо сделанная. Не какая-то убогая резинка, которая развалится через секунду. Такой довольно неплохой механизм. Если смотреть на камеру спереди, то бросается в глаза сразу же вот это вот колечко вокруг объектива, которое, кстати, немножко люфтит. И вот ты уже радуешься, что сможешь повесить на него какие-нибудь функции, как на Olympus XZ2. Но нет, это декоративный элемент. Его можно снять, нажав вот здесь внизу кнопочку. Так вот оно снимается. И здесь есть возможность прикрепить аксессуары. По умолчанию здесь идет крышечка для дебилов с креплением для веревочки, чтобы не потеряли. Но я не дебил, поэтому крышечку вообще, в принципе, эту не использовал никогда. Интересная тут история имеется с аксессуарами, которые крепятся на объектив спереди. Тут есть некая такая насечечка для крепления аксессуаров. Например, существует переходник для светофильтров. Берем, значит, этот переходник, крепим на объектив. Можем нацепить на него, допустим, какой-нибудь полярик. Если вам не лень, на 58 мм, соответственно. Но внутри, кстати говоря, есть уже встроенный ND-фильтр. Так что, например, в ND-фильтрах, если сильно большое удлинение выдержки не нужно, особой необходимости нет. И существует еще вот такая опциональная бленда. Бленда эта крепится абсолютно идентично. На ней тоже Made in Japan написано. Бленда вообще делает еще более громоздкой, конечно, камеру, чем она. И так есть. Так вот, одновременно накрутить и бленду, и светофильтр нельзя, ибо крепеж рассчитан только на один аксессуар. И они друг с другом конфликтуют в такой ситуации. Но я свой выбор основал, конечно, на бленде, потому как предпочитаю не надевать крышечки на объективы, а бленда, ну и от боковой засветки защитит, и передний элемент сохранит в случае каких-либо ударов. Объектив при включении значительно выдвигает свой хоботок, но при этом включается достаточно быстро. Камера после нажатия кнопки проходит, ну, меньше секунды. Камера практически сразу готова снимать. При зуммировании объектив становится еще более огромным. И без того, как бы, достаточно крупная камера уже выглядит очень заметно. Ну, размеры объектива вполне объяснимы тем, что тут все-таки матрица в пять раз больше стала, чем была у предыдущих камер из серии G. Ну, здесь указано 15,1 на 60,4. Это эквивалентно полному кадру 28,112. Ну, как было в компактах, как раз-таки с матрицей 1,7, вроде Olympus XZ2 и MX1. Ну, вот светосила, конечно, подкачала всего 2,8 на f5,8. Это одно из самых слабых мест объектива, которых у него немало. Ну, давайте все же по порядку, раз уж упомянули компакты с 1,1,7 матрицей. Из-за того, что стекло у нашего Canon G1X значительно темнее. Напомню, у мелкоматричных камер была светосила от 1,8 до 2,5. Например, глубина резко изображаемого пространства и бокешка, в принципе, здесь ничем не лучше и не мощнее. Ну, и, соответственно, при тех же самых условиях съемки тебе придется чаще и сильнее задирать ISO, что тоже отчасти нивелирует преимущество, которое дает большой сенсор. И еще у объектива чудовищная дисторсия на широкоугольном положении. Он, по факту, пожалуй, эквивалентен 24 мм, при этом еще и с потерей информации по углам. Если в редакторе отключить коррекцию дисторсии, можно просто охренеть от того, какое количество у тебя просто огромные куски кадра отрезаются. Так что имейте в виду, на широком углу здесь скорее 12 мегапикселей, чем 14 фактически. Еще объектив не идеален, конечно, в плане хроматических аберраций. Ну, понятное дело, фиолетовую кайму можно легко получить в любых таких типичных ситуациях, там, когда свет через листочки идет. Также бывает, что можно словить циановую кайму, как вот на этом снимке. Ну, это не самые страшные хроматические аберрации, которые я видел в этой жизни. В принципе, они не так уж часто появляются. Большинство снимков от них, в общем-то, чисты, как вы увидите далее. С бликами объектива также все довольно неплохо. Одиночный блик, конечно, можно получить, но это если ты уж совсем в какое-то дурацкое положение, камеру сам уже поставишь. Даже если снимать прям вообще против солнца, прям вот буквально смотреть объективом на солнце у тебя, все равно получается какой-то, ну, не очень значительный одиночный блик. И при этом контраст у картинки не падает, в общем-то, от слова совсем. Главное, что в этом объективе меня бесило и раздражало, это его полная недееспособность, полная немощность в макро. Иногда, понимаешь, идешь и хочется тебе снять что-то с близкого расстояния. И вот ты привычно наводишься на какую-нибудь фигню, типа цветочка, и при этом у тебя камера берет и отображает желтую рамочку, что, мол, я не могу сфокусироваться, это слишком близко. У камеры, конечно, есть макро-режим, ты вспоминаешь об этом, включаешь его, и оказывается, что камера может сфокусироваться только лишь максимально с 20 сантиметров, и это только в широкоугольном положении. Ну и когда ты все-таки понимаешь, что надо чуть-чуть подальше отойти, то тут проявляется еще один минус у камеры, минус ее автофокуса, потому что автофокусировка здесь только контрастная, а зона фокусировки, которая там есть, одиночная даже если точка у тебя установлена, достаточно большая. И если объект, на который ты наводишься, довольно маленький, то при этом у тебя камера совершенно спокойно может его проигнорировать и переключиться на задний план. Точнее она это сделает в 90% случаев, в 99% случаев, и поэтому нужно будет переключиться на мануальный режим фокусировки. Пикинга здесь нет, но благо хотя бы можно увеличить ту зону, в которую ты фокусируешься, и на том спасибо. Так что если вы любите поснимать какие-нибудь цветочки растительные, жучков, или просто какие-то мелкие детали с близкого расстояния, то, извините, придется снимать цветочки издалека. Вот я не скажу, что сильно страдал, правда, пока это делал, цветочки красивые даже издалека. Впрочем, несколько кадров с близкого расстояния я смог в муках получить, фокусируясь там вручную и претерпевая. Из-за неадекватно далекой минимальной дистанции фокусировки, а также из-за того, что стекло достаточно темное, портреты на эту камеру тоже довольно тяжело снять нормальные. На широком углу хоть и f2.8, ну, черты при этом человеческого лица искажаются, да и бокешка не какущая. На длинном фокусе, конечно, черты довольно правильные, но это выходит f5.8, сенсор тут не с качества супер большой, поэтому бокеха тоже не особо-то хороша, довольно неказистая, прямо скажем. И опять же, постоянно приходится видеть желтую рамку, постоянно сообщающую тебе о том, что не могу сфокусироваться слишком близко. Блин, некоторые полнокадровые объективы, даже от того же Canon, там, какие-нибудь 85 или 105 миллиметров, ближе фокусироваться могут. Вы что, блядь, издеваетесь? Но если постараться и претерпеть эти муки, можно все-таки сделать более-менее какие-то приличные портретные снимки на нее. Тем более, что цвета из этой камеры получаются очень красивые. Canon традиционно уделяет большое, просто огромное внимание Color Science, ну, вообще, и скинтонам в частности. В период летней аномальной жары в Санкт-Петербурге я наснимал немало стрит-фоточек, например, на том же удельном рынке, где очень неплохо видно то, как камера работает с цветом кожи. Ну, просто чудесные скинтона у самых разных личностей, самых разных видов и расцветок, и у всех кожа выглядит очень приятно. Вообще, камера, несмотря на ее габариты, ее такую громоздкость общую и несуразность, показала себя неплохо на улице. Хотя, что я прибедняюсь, я недавно и на 100-мегапиксельный средний формат спокойно стрит-снимал. Ну, а тут автофокус хоть и не самый точный, но при этом достаточно быстрый. Так что, если выставить фокусировку по одной точке, при этом прикрыть диафрагму, можно, в общем-то, спокойно снимать, идти и отправляться от бедра. Пусть при этом, конечно, иногда из-за слишком длинной выдержки будет смаз, когда объекты, которые ты снимаешь, движутся. Ну, и будут какие-то такие небольшие промахи, некритичные, в общем-то. Кстати говоря, здесь затвор не центральный, а с электронной шторкой, что, с одной стороны, конечно, минус, но, с другой стороны... Вообще похуй! На мой взгляд, главное, что можно снимать, не издавая лишних звуков. У камеры очень достойный динамический диапазон. Он вполне себе на уровне IPSC и зеркалок Canon от тех лет. Так что, можно совершенно спокойно снимать на Canon G1X какие-нибудь незамысловатые пейзажи, что на природе, что в городских условиях. Также можно подснять какие-то объекты или детали, которые не требуют слишком уж близкой фокусировки. В общем, камера проявляет себя в городе довольно хорошо. Повышение ISO также не вызывает катастрофы вплоть до 1600 единиц. Шум, конечно, есть, но он не слишком уж сильно руинит детализацию, ну и его не слишком сильно заметно. Иногда бросается в глаза структура шума, если ты снимаешь какой-то однородный объект, как вот здесь, например, у меня на небе, в принципе, его видно. Но у камеры есть полноценная оптическая стабилизация, которая, в общем-то, даже работает. Так что, ISO поднимать не всегда обязательно. Можно иногда, ну, в некоторых ситуациях проще увеличить просто выдержку. Ну и несмотря на то, сколько я недостатков выявил у данного объектива, нельзя не заметить то, насколько он всё-таки при этом резкий. И резкость эта достаточно равномерная. При этом даже на самых детализированных объектах, которые ты снимаешь, не появляется нигде муар. Ну, это потому, что Canon всё ещё использует сглаживающий фильтр перед сенсором. Canon G1X имеет целый ряд каких-то недоработок или странных конструкторских решений. И да, он, конечно, очень несовершенная камера. Но если закрыть на вот эти недостатки глаза или как-то с ними примириться, или как-то их перебороть, то, в принципе, от этой камеры можно даже получать удовольствие. Камера получилась вполне универсальная, хоть и с некоторыми оговорками, но она в то же время ещё является и важной вехой в развитии цифровых компактов. Но в 2014 году как раз-таки появилось развитие этой идеи. Была выпущена G1X Mark II, также с 1,5-дюймовым сенсором, но он уже был в этот раз на 12 Мп, а не на 14 Мп по какой-то причине. Canon наконец распрощались с устаревшим убогим дизайном и убрали эту чёртову дырку сверху корпуса. Сделали камеру вообще без видоискателя, что, в общем, я считаю плюсом, потому что это сказалось на её компактности, она стала гораздо меньше. Также многие косяки объектива поправили. У него светосила была уже f2 на 3.9, при этом фокусные расстояния также увеличились, они стали в эквиваленте 24 на 120, а ещё в камеру завезли Wi-Fi и NFC. В 2014 году появилась и первая дюймовочка от Canon G7X. Ну а в 2015 году вышла также дюймовка G5X, гораздо более прокачанная функционально, и вышла G9X, которая, наоборот, была несколько более упрощённой моделью, но тоже довольно неплохой. По качеству снимков она, в общем-то, не уступала особо ничем RX100. У неё также матрица дюйм была на 20 мегапикселов, и светосильная достаточно оптика, хоть и не CES, но при этом камера от Canon была дешевле значительно, чуть ли там не в 2-3 раза, и ещё к тому же она была и меньше, и легче. В этом же году появился и первый суперзум с дюймовой матрицей от Canon G3X. У него были фокусные расстояния 24 на 600 мм, при этом там была довольно неплохая светосила, да ещё и камера была влагозащищённая. После 2013 года Canon больше никогда не выпускал серьёзных компактов с матрицами размера 1 на 1,7. Собственно, их нишу заняли как раз-таки дюймовые камеры, но это совсем не значит, что Canon вообще перестали выпускать мелкоматричные мыльницы. Их серия Иксус до сих пор вполне себе выходит, и её даже кто-то, чёрт побери, покупает. В 2016-2017 годах было серьёзное обновление вот этой линейки дюймовок. Например, обновлённая G7X стала гораздо ещё удобнее для блогеров и других каких-то контент-мейкеров, которые снимают на ходу видео и фото. G5X, например, стала компактнее, потому что у неё теперь видоискатель был не просто на корпусе, а выдвижной. Также, ну вот как на манер у камеры RX100, у той же Sony, которую мы с ними сравниваем, обновился также и Canon G9X. Не знаю, честно говоря, что там серьёзно изменилось, но скоро посмотрим, потому что у меня на канале в обозримом будущем будет как раз-таки вторую её итерацию, обзор. Ну и была выпущена третья версия уже G1X. Её, как флагмана линейки, вообще не обделили технологиями. Во-первых, самое серьёзное изменение коснулось сенсора. Canon отказались от полуторадюймовой матрицы, выкинули её на помойку истории. Больше, похоже, полуторадюймовых камер мы и не увидим никогда. Но ничего страшного, туда они вставили APC сенсор, абсолютно такой же, как в Canon 80D. Сверху приделали видоискатель на 2,36 миллиона точек. Тут также появился и Dual Pixel AF. Ну и внешне камера стала уже напоминать G5X самой первой версии. Да и к тому же она обзавелась ещё и влагозащитой, чем раньше мог похвастаться только Canon G3X. Правда, при всех этих плюсах у камеры фокусные расстояния скукожились. Теперь здесь объектив стал эквивалентен 24,72 миллиметра со светосилой 2,8 на 5,6. Это всё, конечно, здорово, но, на мой взгляд, мне кажется, более разумной покупкой и в таком случае было бы какой-нибудь камеры из M-серии, потому что по размерам они, в общем, сравнимы. Можно было бы взять ту же какую-нибудь M5 или M50 с такой же матрицей, но у тебя был бы большой плюс в том, что у тебя есть возможность использовать сменяемую оптику. Но M5 на текущий момент не получали обновления уже несколько лет, а мне вообще интересно наблюдать за этой линейкой камер от Canon, так что надеюсь, что Canon не ограничится каким-то минорным, жалким, ничтожным обновлением, как они это любят сделать. Не просто как-то чуть-чуть апгрейдят характеристики, а родят что-то действительно уникальное, интересное. Ну, в общем, как обычно, я надеюсь на лучшее. Также надеюсь, что вам понравилось моё видео и было интересно, так что подпишитесь, поставьте лайк и, если вам не лень, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Пока!